Всем привет... Ха-ха-ха, сука! Урод скажет, машина опять ездит. Всем привет, народ! С вами Кастет. За кадром Стас, львиная жопа. И сегодня мы идём в корейский магазик. Вы попали на новый влог. И это я сейчас говорю как раз. Ребята, вы попали на новый влог. И сейчас мы расскажем, покажем, что такое корейские магазинчики. Есть обычные магазины. Ну, знаете, как обычные продуктовые. У нас дома. То есть ты туда заходишь, что-то взял, купил, ушёл. А есть разные интересные сетевые магазинчики. То есть, допустим, 7-11 от американской сети. Здесь есть корейские C-U, G-U, G-S, 25. Разные-разные-разные. И в них ты приходишь, покупаешь какую-то еду, которую ты хочешь. Заточить. И точишь её прямо на месте. То есть мы сейчас зайдём в магазинчик, покажем. Там стоят микроволновки, стоят ход-под из горячей водой. Столики, значит. Аккуратненькие столики в уголочках. Всё абсолютно цивильно. Зашёл, купил. Там же поел, за собой убрал, вышел. Вот мы сейчас идём в один из таких магазинов. И всё вам покажем. Ну и, собственно, мы покажем, какой ассортимент в данном магазике. Насколько большой выбор напитков и всяких прикольных вкуснях. Огромный выбор дожек. Дожки. Это наше всё. Дожки. Бан лав. Ну и вот сейчас мы находимся, в общем, в Муане. Репчатого лука столица. Идём мы по главной улице. Такая вот движушка. Тут мусор, который завтра с утра, скорее всего, уберут. Ну и вот подходим, собственно говоря, к магазинчику. 25GS. Ну, погодайте. Сегодня с кем? Я с кем был такой? Ну, пацан сразу решил закупиться. Вот, собственно, бургер. Сколько он стоит? 2,5. Ну, это типа мы ужинаем. Здесь же мы поворачиваемся. Что мы видим? Море дошиков. Ты, браток, пояснить за дошки сможешь вообще? Конечно, конечно. Так. Дошек нужно брать не дешевле тысячи, потому что все дошки дешевле тысячи, а не говно. Тысячи чего? Тысячи вон. Тысячи вон. Если дошек оформлен в красной стилистике, значит, он острый. Значит, у вас будет гореть. Да, у вас что-то будет обязательно гореть. Здесь вот есть интересные такие вот. На размер и на картинку смотреть вообще не стоит. Стоит смотреть на... Граммы. Да, смотреть, то есть, насколько он большой по весу, потому что то, что изображено на картинке, мы, естественно, все знаем, что это далеко от реальности. И когда вы заварите, это будет обычный. Так, ну чего, Аня, значит, беру... Я возьму вот такой вот максимально острый. Как видите, здесь вот... Это Димасик еще нам советует... Передай Димасику привет. Привет, Димасик. Демонические дошки для Димасика. И кто не подготовлен, того, скорее всего, вырвет. Вот такие, значит, комментарии. Я беру вот такой вот сэндвич. И, соответственно, нам не нужно выбрать дошек. Я не буду брать что-то очень острое. Возьму что-нибудь стандартное. Брат, как специалист в этой области, советую мне бы снимку дошек? Вот эти вкусные. Да? Ты брал? Да. Ладно, будем надеяться, что он не очень острый. Нет, он не острый. Так, ну вот у нас молочек всякое. А, в чем еще большой прикол? Тут всякие работают акции, допустим, 2 плюс 1, 1 плюс 1. И вот можно, допустим, ухватить 3 штуки какого-нибудь молочка там или любого продукта по цене за 2. Либо за 1. И это очень прикольно. Куча молока на самом деле. Молочка-молочка вся эта прикольная. И глаза раздвигаются. Кофе тут все в почете. Холодный кофе здесь отличный. Огромный выбор холодного кофе. Есть дико вкусный. Кофе в респекте. Я себе уже выбрал газироваться. Тут у нас мороженка, значит. Какие-то хозяйственные вот товары, пожалуйста. Везде зеркала у нас стоят. Там камеры стоят. Нормально. Вот здесь цены газировки 1 плюс 1. И вот смотри. Виноградная газировка по акции всего за 600 вон. Без акции 1200. Я вот эту арбузную хотел попробовать. Но акция. Поэтому я пойду на кассу расплачиваться. Потихоньку греть. А ты подходи. Все. Так, значит. Здесь у нас выбор пива. На самом деле пива в Корее не так уж и много. Но вот здесь много чего экспортного такого. И всякие соки, чаи. Пиво достаточно дорогое. Ну и моя любимая тема. Тут у нас всякие напитки. Кофе холодный. Вообще в порядке. Вот по акции 2 плюс 1. Берем 3 штуки сразу. И хватает на 2-3 дня. Как здрасте. И вообще кофе. Только кофе я пью в Корее. Все тут кофе уважают. Чай я не пил уже получается 2 месяца. Пацан на кофе живет. Ну и на всяких сладульках. Типа всякие напитки. Пожалуйста. ГТА Рейд в почете. Всякие кока-колы тут есть. Чего еще? Пауэррейд. Ну для спортика всякая водичка. Здесь значит у нас сразу напитки. Кофе, который можно заварить. Пот-пот. Затем всякая... всякая тема для банта. Смотри на вот этот пакет перца. Вот можешь его потрогать. Это такое желе. Если бы я мог передать. Как вы видите, вот там есть жидкость. Жидкость это разведенная субстанция с перцем. Ну и собственно вот такие вот столики тут. Пожалуйста, вон там столики. Все очень красиво выполнено. для микроволновки. Тут у нас какая-то плита типа. Туда мусор выбрасывать. Ну и пойдем на кассу собственно расплачиваться. Просто покажу. Вот смотрите, насколько уже огненный этот дошик будет. Можете представить себе. Огненно-красный соус. Учу вас, как покупать в Корее, значит. Учу, как покупать. Учу. 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 Вон там эти дожки по акции лежат 1 плюс 1. Собственно, вот я уже заварил себе дожек, сейчас собираюсь греть бургер, в первый раз, когда я с этим столкнулся, я забыл надорвать упаковку, и у меня взорвался бургер. У меня взорвался бургер, это нормальная строчка такая, хангуки напали. Ну вот вся жачка, собственно, дожек и бургер, сэндвич. Ну, собственно, место довольно-таки крутое, а у нас в Рашке такого нет, и это очень огорчает. Всегда хотел такой магазик, зашел, поточил что-то, ну, вообще здесь уютно, короче. Идея для стартапа, ребят. Да. Что, реализуешь, браток? Конечно. Ну, мне просто кажется, у нас все заработанные деньги дома и приеду, или... У нас в Рашке разнесут такое место. Никогда, знаешь, чувак, ставить мусорки, три разных, чтобы кто-то сортировал после себя мусор, это вообще будет бесполезно. Ну, наймешь сортировщик мусора. Браток, мяш, мяш. Какая маленькая панда. Я знаю, как это надо сделать. Сделать желтая. Какая панда. Ну, что, брат? Там видно панду? Должно. Да. Вот так. Ты вот так держишь. Так, все, пизда. Я хочу взять котик поближе. Действительно нарисовать. Да. Что тут у вас? Какие акции? 1 на 1 все разобрали. Икс. Какая-то арбузная тема. Такую не пробовал. Так, что тут есть? Кофе я уже сегодня пил. Так что... Опа. Гатарет есть. 1 плюс 1. Да, 3200. Вот здесь какая-то тема тоже апельсиновая. Абельсиновая. Вот, что-то было, но уже нет. Водичка, значит, какая-то. Что еще есть? Это что такое? Черри Блоссом Грин Грейп. Вот так вот, значит. Что же взять? За 600, значит. А что, топовое вот это, да? Вот, значит. Такой выбор. Шайл выкрут. Вот такая вот тема. Погнали на кассу. Вот, собственно, ребята тут сидят снаружи. Нужно сесть за такие столики и покушать. Хорошо поспать или хорошо покушать? Отвечайте в комментариях. Хорошо покушать. Я выбираю хорошо покушать. Ну, а браток выбирает хорошо поспать. Хорошо покушать, а потом хорошо поспать. А поработать как хорошо? Ну... А как влог помонтировать хорошо? Это уже. Мои забавы. Я таким не занимаюсь. И что, мы подводим итог? Ну да, подводим итог. Итог как итог. Как всегда подводим итог. Итог такой, что вот, приходите в корейские магазинчики. На изи просто залетайте. Заходите в магазики. В плане того, что если вы будете в Корее, и вы ищите, где можно быстро и дешево покушать, не надо идти ни в какие Макдональдсы, Бургер Кинге, в какие-то вот забегаловки, которые у них здесь на каждом ходу. Ищите сетевой магазинчик, они видны, у них обычно такие яркие синие-зеленые вывески. Ну или просто запомните название 7-11, допустим. Ищите такие магазинчики, заходите и вот берете элементарно бургер, лапшу и может быть водичку. Если все это найти и взять по акции, нужно уложиться даже в 3000 вон, что в принципе сколько-то тысяч. Ну и можно на несколько дней типа закупаться с этими акциями, если ты так живешь. Да, если снимаете. Снимаешь хату, закупился. Вполне можно закупить сразу несколько всего. И по дешевше кайфуешь уже. Да, именно так же. Ну и если вы не в Корее, залетайте в Корею. Заходите в магазики в топовые. Залетайте, ребят, здесь классно. Ну, в принципе, все. Все, что мы хотели рассказать. Да, ребят. Инстаграмы будут где-то вот, где-то будут инстаграмы. Ставьте лайки, значит, подписывайтесь. Анонсировать мы будем в Вьетнам. Да, ждите где-то через недельку, две. Через полторы недельки видосы из Вьетнама, короче. Летим в Вьетнам. Да, обязательно отписывайте комментарии, что вы вообще думаете по поводу наших разглагольствий. Нам будет очень интересно почитать какие-то вопросы, если есть, задавать. Мы на связи. Пока!